Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Вторник, 18 июля и начну наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар сегодня с утра мы видим уже следующий импульс на продолжение укрепления евро по отношению к американскому доллару. На текущий момент тенденция на укрепление сохраняется. Ближайший разворотный уровень по локальным значениям мы можем отметить на минимальном значении вчерашней торговой сессии область 1.1433. Цели по восходящему движению располагаются в области 1.16. Пара британский фунт, американский доллар также продолжает свое восходящее движение. На текущий момент ближайший разворотный уровень мы можем переместить на минимальное значение предыдущего торгового дня. Это отметка 1.3043. Ближайшие цели по восходящему движению находятся в области 1.3450. Пара австралийский доллар, американский доллар пытается преодолеть максимальные значения последнего года. Сегодня с утра уже уходит выше отметки 78.30. И в рамках краткосрочного тренда тенденция на укрепление также сохраняется. Ближайший разворотный уровень на текущий момент мы можем отметить на минимальных значениях, которые были зафиксированы вчера. Это область 78.84. Ближайшие цели по восходящему движению располагаются вблизи отметки 81. Пара американский доллар и японская иена также продолжают свое снижение в рамках более крупного нисходящего тренда. На текущий момент ближайший разворотный уровень располагается на максимальных значениях, которые были вчера. Это отметка 112.86. Ну а ближайшая цель по нисходящему движению находится в области 108.90. Пара американский доллар и канадский доллар стремятся к целевой отметке в области 1.25. В рамках часового таймфрейма мы можем отметить ближайшие разворотные уровни в области 1.27.48. И также важно обратить внимание на максимальное значение, которое было вчера. Это отметка 1.27. На текущий момент тенденция на ослабление также сохраняется и по этому инструменту. Еврофунт сегодня с утра уже попытался закрепиться выше максимальных значений, которые были сформированы вчера. Напомню, что пара не смогла обновить минимумы пятницы и закрылись выше открытия. Что на текущий момент может нам давать косвенный сигнал о том, что инициатива может перейти вновь к покупателям. Ближайшая цель по восходящему движению находится в области 89.38. Ну а отмена данного сценария и возврат к продажам произойдет в том случае, если пара уйдет ниже отметки 87.43. Это минимум, который был зафиксирован вчера. Золото продолжает свое восходящее движение. Например, целевая область находится на отметке 1293 доллара за тройскую унцию. В рамках часового таймфрейма ближайший разворотный уровень мы можем отметить на минимальных значениях, которые были на прошлой неделе. Это отметка 1214 долларов за тройскую унцию. И также краткосрочный уровень, на который важно обратить внимание. Это минимальные значения, которые были зафиксированы вчера. Отметка 1227 долларов за тройскую унцию. Нефть марки Brent продолжает коррекционные восходящие движения. На текущий момент, если говорить о продажах, то нефти необходимо закрепиться как минимум ниже отметки минимальных значений, которые были вчера. Уровень 48.19. И тогда продолжение импульса на снижение нефти будет актуально. Цель по первому нисходящему движению находится в области 46. А на более крупных таймфреймах мы можем отметить целевые области по значению 44.20. Индекс DAX сегодня с утра пытается закрепиться ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера, в понедельник. Это отметка 12568. Пока это индексу DAX удается. Соответственно, ближайшая цель по нисходящему движению, которую мы можем отметить, это область снижения 12319. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Напоминаю, что в четверг состоится вебинар моего коллеги Фредерика, который расскажет о подходе трейдинга как парный трейдинг. Когда необходимо отслеживать схожие элементы и работать именно на корреляции. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. И увидимся на следующих обзорах. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok